Локальные антитеррористические мероприятия 19-20 сентября – их главный результат. Полное восстановление Азербайджанам своего суверенитета показали создание новой реальности в регионе. Установление прошлого мира, безопасности, стабильности, спокойствия и благополучия – именно эту цель ставит Баку. Говоря о живуших в Карабахе армянах, хочется отметить, что Азербайджан желает, чтобы они не погидали места своего проживания. Баку неоднократно на самом высоком уровне предлагал армянским жителям Карабаха принять азербайджанское гражданство и остаться жить там. В интервью армянским журналистам покидающие Карабах армяне заявили, что никто их не притесняет и не выгоняет из Азербайджана. Мы нормально прошли через азербайджанский пост. Они нас угостили хлебом, водой, очень гуманно относились к нам. Во время пожара на заправке пострадало множество людей. Азербайджанские врачи пришли им на помощь. Некоторых они отвезли на лечение в Шушу, остальных лечат здесь. Огонь на заправке потушили именно работники МЧС Азербайджана. Вы спрашиваете, кто виноват во всём этом? Конечно же, наше правительство. Рыба гниёт с головы. Сегодня мы страдаем по их вине. Армяне Карабаха превратились в цыганский табор. Вы спрашиваете, есть ли люди, которые хотят остаться в Карабахе и интегрироваться в Азербайджан? Есть, конечно, но таких мало. В основном это люди пожилого возраста. Они говорят, что им некуда уехать. Как видим, Армения покидают Карабахский регион по собственному желанию. При переходе через пограничный пропустой пункт Лачин каких-либо препятствий с азербайджанской стороны не создаётся. Об этом в интервью армянским журналистам говорят сами армяне. Азербайджанские пограничники спросили у нас, почему вы уезжаете из Карабаха? Они сказали, что будут намного лучше заботиться о нас и вновь спросили. Кто-то заставил нас уехать. Никаких насмешек с их стороны мы не чувствовали. Относились к нам хорошо. Не знала, что ответить на их вопросы. Очень хотела остаться там. Если скажут, что можем вернуться обратно и продолжать жить там, вернёмся, конечно. На мосту Хакари азербайджанские пограничники спросили у нас, вас кто-то заставляет уезжать оттуда. Мы ответили, что нет. Тогда почему вы уезжаете, спросили они, сказав, что у них с армянским народом нет никаких проблем. Раньше мы жили с азербайджанцами вместе, и никаких проблем у нас не было. Сейчас не знаю, получится ли опять жить вместе. Посмотрим, что будет. Ранее в МИД Азербайджана подчеркнули, что Баку готов представить армянским жителям Карабаха условия для лучшей жизни. Азербайджан полный решимости реинтегрировать армянских жителей в качестве равноправных граждан. Армянский проект МИАЦУМ отправлен на свалку истории. Главарь сепаратистов Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования так называемого НКР с 1 января 2024 года. Армянским жителям Карабаха рекомендуется ознакомиться с условиями реинтеграции. Как относится к этому в Армении? Своё мнение по этому вопросу высказали политический аналитик Аргеште Кивирян и архиепискер Микаэл Аджабагян. После 2020 года создалась совсем другая картина. Мы проигравшая на войне страна, но власти вели себя как победители. Было ясно, что всё закончится плачевно. После Второй Карабахской войны элита Карабаха не хотела рассказывать своим гражданам всю правду. Люди жили в иллюзиях. Они думали, что русские за них будут воевать. Франция и другие страны придут им на помощь, а русских миротворцев поменяют на международных. Они не хотели понимать, что никто не будет воевать за них. Я неоднократно об этом говорил, но люди не хотели слушать меня. Они гонялись за глупыми мечтами и пафосом. Мы должны были сохранить красную линию, то есть обеспечить безопасность армянского населения в этом регионе. Власти должны были вести переговоры с Азербайджаном. Как проигравшая страна, они должны были принять все условия победителя. Таковы мировые правила. Эти люди думают, что они лучше Рамзана Кадырова. Для спасения своего народа старший Кадыров, потом и младший, встали на колени перед Москвой. Так же поступил и Тигран Великий. Для спасения Армении от гибели он свою корону поставил под ноги Римской империи. Поэтому его назвали Тиграном Великим. Я был поражен тем, когда Карабах, как проигравшая сторона, потребовала от Азербайджана вести переговоры на равных. На что они надеялись? Что Азербайджан согласится на такую глупость? В течение 30 лет власти грабили Армению. За счет Карабаха они накопили миллиарды. Теперь они уничтожают все те документы, где написано об этом, для того, чтобы не сесть в тюрьму. В Карабахе должны были понять, что ради армян русский солдат не будет воевать против Азербайджана. Руководители Карабаха – безответственные негодяи. Ради собственного народа они должны были давно опустить флаг Карабахи. Но до последнего момента они старались показать всем, какие они гордые мужики. Их никогда не волновала судьба людей. Завтра они приедут в Армению и начнут вести себя как герои. Власти думают, что за один день они смогут создать армию и начнут войну против Азербайджана. Кому они рассказывают эти сказки? Азербайджан потратил на свою армию 40 миллиардов долларов, сделав ее мощной. Откуда наше правительство возьмет такие деньги? Сколько можно людей принимать за глупцов? Понятно, что Азербайджан никогда не вернул бы Шушу обратно. Чтобы не довести людей до такого состояния, руководители Карабаха давно должны были опустить там свой флаг. И тогда людям не пришлось бы уехать оттуда. Думаю, что не все армяне покинут Карабах. Русские знают, что после этого им придется уйти с этих территорий. Поэтому они сделают все возможное, чтобы там остались люди. В итоге хочу добавить, что никто из руководителей, как Армении, так и Карабаха, не будет иметь свою могилу. Знаете почему? Потому что армянский народ рано или поздно поймет, что во всех их бедах виноваты именно они. Турс порзугнари ми вогмак? Кучка изгоев довела страну до такого состояния. То, что происходит сегодня в Армении, можно назвать всенародным позором и катастрофой. Мне стыдно, что я являюсь гражданином Армении. Наступит такой день, когда буду стыдиться за то, что я армянин. Мне стыдно, что я являюсь гражданином той страны, которая не способна защитить безопасность своих граждан. Страна, где унижен и оскорблен его гражданин, не может называться страной. Это страшная трагедия. Я всегда гордился, что на моем паспорте написана «Армянская республика». Сегодня стесняюсь, что имею такой паспорт. Во всем виноваты эти никчемные власти. Именно они довели Армению до такой ситуации. Карабах был частью Армении. По их вине мы потеряли Карабах. У нас больше нет армии. Нет государственности. Не нужно обманывать себя. Азербайджанские турки смогли создать могущественную страну. А мы, якобы такие умные и образованные, не смогли даже создать государственность. Я не говорю о могучей стране, которую создал Алихам Алиев. Ведя умную и мудрую политику, он создал сильное и могущественное государство. За три года Алиев решил карабахский вопрос. В своей территориальной целостности он устанавливает порядок. Уничтожает террористов. А что делает наше правительство? Абсолютно ничего. Армения уже не государство. Это имитация государственности. Было бы хорошо, если в 1988 году в Карабахе не началось бы народное движение. В те годы карабахцы не должны были надеяться на Армению. Люди сегодня там спокойно жили бы. Это значит поставить крест на пройденный путь и подумать, что ты зря жил все эти годы. Стыд и позор властям и генералам. По их вине мы потеряли и Армению. Нет больше Армении. Переименуйте название эпоса «Сосунцы Давид» на «Верго Пустозвон». Мы таким позором потеряли карабах, этот райский уголок. Кто будет после этого уважать нас как нацию? Мне стыдно, что живу. Боюсь, что перед смертью тоже буду стесняться, что я армянин. Каждый день молю Бога, чтобы этого не произошло. Сегодня оппозиция старается убрать с поста Никола Пашиняна. Кто бы не пришел к власти, никогда ничего не сможет поменять. Карабах мы потеряли безвозвратно. Поймите это. Даже спустя 50 лет мы ничего не сможем сделать. Мы, как армяне, должны понять, что больны и нуждаемся в лечении. Только тогда себя сможем посчитать армянами. Хочется напомнить заявление президента Азербайджана Ильха Малиева, озвученное в недавнем интервью телеканалу «Евронюз». Люди, которые живут в Карабахе, на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, они живут в Азербайджане. Они должны выбрать, жить ли им как гражданам Азербайджана, так же, как и любому другому этническому меньшинству, которыми так богат Азербайджан, или уехать отсюда. Это их выбор. Не потому, что мы хотим, чтобы они уехали, или, как обвиняет нас Армения, организуем этническую чистку. Нет. Мы предоставляем им выбор.